Ну и сегодня, вот видите, я специально сделал такую вырезочку, день студентов, день штурмана военно-морского флота, день рождения Роберта Бёрнса, и тут даже написано, что невозможно представить праздник, день рождения Бёрнса, без бутылки хорошего шотландского виски, и так далее, много именинников, всяких событий, интересно, что в этот день, да, свадебный марш Мандельсон был впервые сыгран в этот день, именно, да. А вчера, вчера был день рождения Ариадны Адамовны Якушевой, ей бы исполнилось 84, по-моему, 82 или 84, по-моему, 84 года, это удивительная женщина, которая, вот, которые стояли у стоков авторской песни, это удивительно, если почитать письма, которые она писала Висбору, то, как говорит Татьяна Висбор, у девчонок не было шансов, просто, те девчонки, которые писали ему в армию письма, у них не было никаких шансов, она дала ему крылья, она дала ему силы, и, в общем, делала это ровно столько, насколько могла. Вот, поэтому я своё выступление начинаю с песни Юрия Висбора, которая выбрала в себя именно вот эти два события, день рождения Ады Якушевой и Татьянин день. Дело в том, что там в песенке, вы же помните, чтобы качать всю ночь, у колыбели дочь, дочь это вот Танечка, вот, Татьянин день, сегодня мы тоже как бы вот по этой песне. Да, молчать не надо, молчать не надо, можно подпевать, мы сегодня, да. Ты у меня одна Словно в ночи луна, словно в году весна, словно в степи сосна, нету другой такой, ни за какой рекой. Нет, за туманами, дальними странами, вынье провода, в сумерках города, вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, Чтобы гореть метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь, у колыбели дочь. Вот поворот какой делается рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, Можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети, только свети, свети, ты у меня одна. Спасибо, огромное спасибо. Ваши аплодисменты Юрию Висбору, конечно же. Знаете, в «Гнезде глухаря» там народ, в общем, такой включающийся, он привычный, и мы всегда просим, подпевайте, пожалуйста, подпевайте. И эту песню, мы обратили внимание, подпевают в основном женщины. Ну вот вы понимаете, вот женщины поют, слышно, стройный хор женщин. Мужчины молчат. И однажды мужчины запели, вы понимаете. Это было 8 марта, как сейчас помню. Стройным хором, басы там, все как положено, но оживлялись на двух строчках. Можешь отдать долги и можешь совсем уйти. Ада Якушева. Ну, конечно же, все песни – это посвящение Юрию Висбору, только ему. А можно чуть-чуть гитарочку добавить, чуть-чуть. Ты, мое дыхание, утром мое, ты раннее. Ты и солнце жгучее, и дожди. Подожди, 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 себя-то я. Самой красивой стану я, стану самой умною и большой. Сколько лет все думаю, ну как мне найти звезду мою? А звезда, рюкзак за плечи и пошел. А звезда, рюкзак за плечи и пошел. Ты моя мелодия, ты вроде ты, а вроде я. Мой маяк у вечности на краю. Спросят люди вновь еще, ну как ты к нему относишься? Я тогда им эту песню пропою. Я тогда им эту песню пропою. Теперь вы, что ты? Проходите. Утро, ты раннее, солнце жгучее, и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшою. По такому случаю ты подожди. По такому случаю ты подожди. Аплодисменты Ариадне Адамовне Висбор. Следующая песня, она написана очень давно. Она написана на стихи Светланы Молевой. И когда позвонили киношники и сказали, значит, мы хотим вашу песню взять в, ну как бы, она не ведущая там, но, значит, в кинофильм, в эпизодах, мне нужно было выяснить, записали ли они что-нибудь на эту песню. Выяснилось, что уже записали. Но я их попросила не менять певицу, оставить мой голос, потому что я знаю, о чем песня. А тетенька, которая придет, она могла не догадаться. Это правда. Вот. И есть еще один такой подарок замечательный, который связан с этой песней и связан с Коленькой Старченковым. Колечка Старченков. Вы все знаете прекрасная его песня. Как-то мы с ним встретились, по-моему, в Тюмени. И он говорит, Раечка, я тебе сейчас подарочек буду дарить. Он говорит, то ли шесть, он сказал, то ли пять. Ну, в общем, группа мужчин пошли в тайгу. Ну, я так думаю, на охоту. С ружьями, значит. Вот. И ходили они по тайге что-то. Я не помню, поймали ли они что-нибудь, кого-нибудь ли они там... Была ли у них дичь с собой. Но дошли они, значит, до избушки, в которой обычно охотники останавливаются, передыхают, готовят еду и все прочее. И вот он говорит, мы, значит, вошли в избушку, приготовили еду себе, затопили печку, сели и запели. Ночью вьюжила да кружила. Я говорю, Коль, это правда, это правда подарок. Стихи Светланы Мольвы. Ночью вьюжила да кружила. Всю та ночь тебя сторожила. Тихо сонного целовала, Берегла тебя, укрывала. Тихо сонного целовала, Берегла тебя, укрывала. Синие глаза мой, синие глаза. То ли сон ты мой, то ли праздник, Только голову преклонила. То ли не было, то ли было, Только голову преклонила. То ли не было, то ли было. Я, как окошко, босые ноги, Не видать тебя на дороге. А в окошечко, а в вакуумце, Только солнышко, только солнце. Ночью вьюжила да кружила. Всю та ночь тебя сторожила, Тихо сонного целовала, Берегла тебя, укрывала. Тихо сонного целовала, Берегла тебя, укрывала. Тихо сонного целовала, Тихо сонного целовала, Берегла тебя, укрывала. Проходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Андрюшка, привет. Привет. Олечка. Проходите, проходите. Вот туда вот. Там гардеробчик. Там гардеробчик. Я с гордостью могу потом говорить, Что на разогреве у меня выступала Раиса. Да и я с гордостью буду говорить. Разогревала. Да-да. Я начну с одной из последних песен, Которую написал Евгений Кляшкин. Это «Зимний сон». Я не так часто пою, Больно она такая проникновенная. И про нас она замечательная. Белая, как сон во сне моем, Бежит дорога. И Светлана, и от нее земле светло. Только иногда во сне догадкой сердце дрогнет. Это ж снегом черную дорогу замело. Все белее сон, ни пятнышка, кругом ни тени. Хоть сначала жизнь пиши, а вот и края листа. Так чего ж начнем, на белые упав колени, Белой рукой и по белым проведя лискам. Сон такой, что можно краску выбирать любую, И любого цвета вычертить себе судьбу. Оглянусь на все, чем жил, и вдоволь налюбуюсь. Руку с кистью наугад макну куда-нибудь. Легкие штрихи один с одним ложатся рядом. Вот мой дом, семья, а вот они, мои друзья. Вот страна вобравшая ей боль, мою и радость. И, конечно, тот, стоящий сбоку, это я. Как подробен сон, и как он скуп на перемены. Ни лица, ни точки лишней здесь не посадить. Прожитая жизнь, она одна и непременно. А судьба как раз и есть все то, что позади. Южный ветер налетел, дыша теплом и гнилью. И растаял сон, и обнажил дорогу снег. Цвет руки, одежды, цвет такие, как и были. Только цвет волос таким остался, как во сне. Ну, сегодня профессионалы носят вот такие планшеты. А я по старой традиции клуба «Белый ворон» с бумажками, потому что у нас на концертах все время ходит вирус. Да, вирус. Костя Швин, правда, из зала все время кричит. Это не вирус, это старость. Очень такая старая-старая песня. Это же 1971 года Валентина Вихарева. Мы ее пели еще, будучи студентами. Потом как-то подзабылась, порылся в старых блокнотах, вдруг обнаружил, она совершенно по-другому как-то звучала. Сейчас я начал тут снова петь. Это сказка Валентина Вихарева. Сказку придумай, мне расскажи, Буду доверчив, поверю всему. В синей короне, где-то во ржи, Солнце в обнимку лето лежит. Были ли, не были, хмель в голове, Закрою глаза, чудится мне. Июль разметался в сонной траве, Губами касаясь смуглых колен. Песня ли в поле, а может быть, стон, В солнечных пальцах волос и лен, К телу под ветром платьи цельнен, Были или не были, кто разберет. Осень седая идет напролом, Как бы играя задела крылом, Срезанный голос лежит у межи. Сказку придумай, мне расскажи. Замечательно. Вот одна такая замечательная песня, Которая уже с полгода этой песни болею. Прекрасная песня. Это стихи, написанные Юрием Висбором. Но как они соинициированы, напоминаю, Прочитал четверостиший Михаила Светлова. Ему очень понравилось. И потом он дописал остальные строки. Ну а музыку написал Сергей Никитин. Я понимаю такое удивительное сочетание великих людей. Не греет любовь и не светит Сквозь времени круговорот. Любовь не живет на планете, А тачку с планетой везет, А тачку с планетой везет. В пути ни конца, ни начала, Как будто бы замкнутый круг. Но вроде любовь обещала Не выпустить тачку из рук. Не выпустить тачку из рук. Ах, где вы, помощники, где вы? Одной трудно нож унести. Лишь вера с надеждой две девы, Любви помогают в пути. Любви помогают в пути. И жду я всю ночь до рассвета, Всю ночь не гашу я огня. Уж раз ты везешь всю планету, Возьми заодно и меня, Возьми заодно и меня. Не греет любовь и не светит, Сквозь времени круговорот. Любовь не живет на планете, А тачку с планетой везет. А тачку с планетой везет. А тачку с планетой везет. Аплодисменты. Продолжая тему любви, Я думала, может быть, Еще что-нибудь снежное такое спеть. Ну, думаю, снежного, наверное, достаточно. Давайте что-нибудь океанское такое. Океанская даль с солью кипит, Злостью горит, А в молчание твое, Как в океан войти. На планете этой Хватит обид, Чтобы сердце твое, Сердце мое найти. На планете Этой Хватит обид, Чтобы сердце твое, Сердце мое найти. За грядаю У гряда Сладостных мук, Горестных мук, Оборви эту нить, Слышишь, Ведь только нить. На планете Этой Хватит разлук, Чтобы сердце твое, Сердце мое Развить. На планете Этой Хватит разлук, Чтобы сердце твое, Сердце мое Развить. Этой Этой Еusion Согреть на планете этой Хватит надежд, чтобы сердце твое, серце мое Согреть на планете этой Хватит надежд, чтобы сердце твое, сердце мое Ты меня позови, небо зови, солнце зови. Только надо принять все, что дано снести. На планете этой хватит любви, Чтобы сердце твое, сердце мое спасти. На планете этой хватит любви, Чтобы сердце твое, сердце мое спасти. Сердце твое, сердце мое. Я уже сказала, что не успеваю на девичник, который рай организовывает. 1-го числа, 1-го февраля, где... Женский проект. А меня нет. Очень, да, 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 да. Да, да, 1-го февраля. Еще раз. В малом зале. ДКРТИ. 19.00. Девишник. Сходите, пожалуйста, и за меня тоже. Вот. Я хочу догнать все-таки эту тему и спеть очень старую песню, которую давным-давно уже не пою. И написана она... Пусть поговорят. Когда же еще встретимся? И, кстати, я два твоих анекдота получила. Но не прочитала еще. А? Не знаю, не знаю, еще не прочитала. Песня, которая написана очень давно, и написана страшно подумать тогда, когда и плеера... Мечтать можно было только о плеере. Но тогда мне хотелось быть дамой свеи. Почему, не знаю. Хочу быть дамой свеером, Хочу капризной быть ветреной, И в декольте с крупным жемчугом Сидеть под зонтиком в клевере. А попугайчик на жердочке Мне пожелает здоровьечка, И к аппетитному завтраку Пришлет любимые мне розочки. Хочу служанку в передничке, Как лань проворную с венечком, В припрыжку кофе несущую И дифирамбы поющую. Хочу быть светскую птицею, И отдыхать за границею, Чтобы от романов и встречу став Вновь обольститься столицею. Хочу красавца, садовника, Я не сказала. Но чтобы тайна прожгла меня, Как ветка злого шиповника, Хочу в тенистой беседочке Читать романы с соседушкой И обрыдаться над горькою Судьбою российской девушки. В чьей-то воле Ветер в поле, Мрак свет, Мой бред, Бред ли? Ой ли? Хочу быть дамою с веером, Потом я хотела быть дамою с плеером, Потом я хотела быть дамою с сотовой, Сотовой появился у меня, И все-таки Хочу быть дамою с веером В Мерседесе. Да, пользуясь случаем, Девчонки будут поздравлять, наверное, В феврале мальчиков, Мальчики, будьте сильными, Будьте здоровыми, Вы нам очень... Вот, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ И следующая песня, она написана... Я ее не знаю, для чего я ее написала. Так бывает, да? Как Любаша Захарченко мне говорила. Какая тебе разница, для чего ты пишешь? Если приходят слова, приходит музыка, Берешь и записываешь. Потом разберешься, для чего. И я ее часто вспоминаю. Например, вот, когда такой стишок пришел, Я очень удивилась, А потом Любашу вспомнила и записала. Стишок такой. Чижагугуйский чижахуп Чесал свои бессоньки. Сну ревата зурбахуп Светил из-за рехоньки. О, зурбахуп! Кубик учам! Гигить или не гугачить? Он халдыбачил по ночам. Чего не халдыбачить? Песня, которую я хочу спеть, Она называется «А куда надо?» Когда я написала ее, Ну, я подумала, что, значит, Ну, у меня было такое состояние души, Что кому-нибудь когда-нибудь, в общем, Эта песня, наверное, пригодится. Наверное, есть среди слушателей И люди, которые именно ее разделят Вместе со мной. Ах, чтоб такое съесть, Чтоб закипела месть, Запела дурь, Заиграла бравада, Поджечь души мосты, Уйти в туман, в кусты. А куда надо? А куда надо? А куда надо? Поджечь души мосты, Уйти в туман, в кусты. А куда надо? А куда надо? А куда надо? А куда надо? Уйти в леса, в тайгу, Чтоб не нашел шайгу. А что искать? Я ведь не хакомада. И проплывая вдоль, Шептать глотая, Соль, а куда надо? А куда надо? И проползая вдоль, Шептать глотая, Соль, а куда надо? А куда надо? А куда надо? А куда надо? Когда вы хватитесь, Меня не там, не здесь, А вот и нету, А вот вам и на те. А я не тут, не там, Ищите мой фиг вам, Ва куда надо? Ва куда надо? А я не тут, не там, Ищите мой фиг вам, Ва куда надо? А где? Ва куда надо? А где? Или от земли умчать и все с нуля Начать найти планету в дожде звездопада На небе звезд, моря, но лишь одна моя А куда надо, а куда надо На небе звезд, моря, но лишь одна моя А куда надо, а да А куда надо, а да Но знаю, выход есть Палата номер Да и главврач, старый друг Маргарита Львовна будет рада Когда больничный хор вдруг громыхнет, как с гор А куда надо, а куда надо Когда больничный хор вдруг громыхнет, как с гор А куда надо, а да А куда надо, а да Туда не надо, сюда не надо, А куда надо, моя? Я так заслушался, прям забыл, что надо же отрабатывать. Ну, тут несколько таких вот замечательных весенних песен. У нас их редко очень поют, особенно у фильмских авторов. Кстати, на днях искал в интернете, думаю, найду хоть где-нибудь, хоть одну запись Рустика Гумерова. Он же в пору нашей юности, когда мы были студентами, он блистал здесь просто на сцене, блистал, пел, учился в школе-студии МХАТ, потом в Питере. Акация, Рустика уже давно ушел из жизни, и ни одной записи нет его, есть только театральные некоторые записи. Слава Богу, мы хоть сохранили хотя бы эту музыку. То же самое, вот очень редко поют Искандер Ахатова, он, правда, же здоров. Сейчас стихи Иннокентия Альянского, музыка Искандера Ахатова, редко тоже поступают. Еще не царствует река, но синий лед она уж топит, Еще не тают облака, но снежный кубок солнцем допит. Через притворенную дверь ты сердце шелестом тревожишь, Еще не любишь ты, но верь, не полюбить уже не можешь. Через притворенную дверь ты сердце шелестом тревожишь, Еще не любишь ты, но верь, не полюбить уже не можешь. И Голубев, даже фотографий которого нет, это из Москвы автор музыка. Ну и стихи Бернса. В день рождения Бернса обязательно попоем эту лирическую песню. Об этой девушке босой мой друг Я позабыть никак не мог, казалось, камни мостовые, мой друг, Терзают кожу нежных ног. Такие ножки бы одеть цветной сапфьян или атлас, Такой бы девушке сидеть в карете, обогнавшей нас. Бежит ручей ее кудрей, мой друг, Льняными кольцами на грудь, Облескочей во тьме ночей, мой друг, Плавцам указывал бы путь. Красавец всех затмит она, Хотя ее не знает свет, Она достойна и скромна, Ее милее в Мирине. Об этой девушке босой мой друг Я позабыть никак не мог, Казалось, камни мостовой, мой друг, Терзают кожу нежных ног. Ну и еще один наш знаменитый автор, Замечательный, просто прекрасный автор Уфимский, Как говорят, только за одну эту песню, Это «Март, сумерки», Уже можно было его поставить памятник И внести, так сказать, в плеяду. Те, кто внес свой вклад В авторскую песню, в поэзию, Это Николай Грахов, конечно. Не знаю. «Март, сумерки» Запомни это ощущение вечера, Здесь голоса друзей, звучащие еще, Весь мир наполнен дымкой и сиянием, Их хочется, их хочется дышать. Здесь нет обид и нет непонимания, Здесь люди все как есть, тебе друзья, Влюбленных разговор и воздух темно-свеж. Пусть влажно дышат лужи, Пусть фонарный блеск Опять куда-то манит в неизвестное, Здесь есть закон движения, Значит, надо жить И понимать, и обнимать весь мир. Люби, люби все это, обнимай, люби, Что все прекрасно, в этом нет сомнения. Я просто здесь живу, сказала девочка, И ты люби, ты просто здесь живешь. Я просто здесь живу, сказала девочка, И ты люби, ты просто здесь живешь А? Да Как замечательно Следующая песня, она, я ее в Уфе не пела ни разу И мне кажется, она может называться Герой нашего времени Воды, да-дам, вода Как корабль ты плывешь по бульвару Не впадая в суету в Ниагару То ли вышел из авто, то ли с телеги Ни Печорин, ни Вандам, ни Онегин То ли вышел из авто, то ли с телеги Ни Печорин, ни Вандам, ни Онегин Вот такая же стояла погода На картине то ли Жанна, то ли Клода И пока в девятой луже утонешь Все равно его мерзавца не вспомнишь И пока в девятой луже утонешь Все равно его мерзавца не вспомнишь Воды, да-дам, нету дела до тебя у планеты Разбежишься и нырнешь в интернеты Что-то вроде журавлинного крика Отголосок твой от клика до клика Что-то вроде журавлинного крика Отголосок твой от клика до клика Недоверчив ты и в меру циничен Потому что век любви ограничен Не захочешь, а придется вращаться Не любить, так от любви защищаться Не захочешь, а придется вращаться Не любить, так от любви защищаться Воды, да-дам, ва-дам Ну чего вам скажешь ты, ну чего вам Я и сам собою не очарован Будь хоть трижды ты собой очарован Мы тебе ответим, а ничего нам Будь хоть трижды ты собой очарован Мы тебе ответим, а ничего нам Следующая песня, она называется Я люблю играть на контрабасе Я и вправду очень люблю играть на контрабасе Но не умею Знаю, что многие из вас тоже любят играть Да, согласитесь, нас это очень объединяет И даже роднит А? Есть Но когда не было квартиры И когда я переезжала Наконец-то, Лёш, я твою улыбку вижу Наконец-то Когда её не было Когда я переезжала из, значит, Нижневартовска Из Сургута в Москву Это был очень трудный переезд Знаете, частями так, частями Значит, квартира в Нижневартовске Я в Москве, дети в Уфе Вещи, значит, в Уфе Спасибо огромное моим родителям Которые выдержали этот пятитонник Который я привезла в Хрущевку Представляете? Это всё надо было как-то разложить Детей принять Меня, значит, тоже как-то понять Потому что это очень трудно понять Почему здесь нельзя петь Почему надо петь там Вот, поэтому И вот в этот период я оказалась в Казахстане Значит, степь Сцена И там как бы за кулисами мы стоим И ждём своего часа Выхода на сцену И там же упражняется, значит, со своим контрабасом Эдик двухимённый Тогда он работал с Ольгой Качановой Я говорю, Эдик, ну такой чудесный инструмент Такой огромный, такие струны Дай потрогать Дай, значит, подёргать Он говорит Раечка И я стою, значит, балдею Значит, прислушиваюсь к этому всему И подходит ко мне Коленька Старченков И говорит, Рая Тебе надо учиться играть на контрабасе Ну вот прямо вот Ты посмотри Прямо твой инструмент Маленькая такая Контрабас большой Ну так замечательно всё это смотрится Я говорю, Коля Куда я его понесу, этот контрабас? Вообще, куда мне ещё Куда вообще? И в общем, мы как-то с ним начали Я ему аргументы, а он мне ответы Я ему аргументы, а он мне ответы И мы вдвоём с ним вдруг поняли Что написали песню Он говорит, так, давай поймём Разберёмся, кто будет писать Но мне тогда совсем не до песен было Я сказала, Коленька, пиши, пожалуйста Я тебя умоляю, пиши, пиши Вот, и забыла об этом случае Потом спустя год, наверное Мне позвонили ребята из Екатеринбурга Которые стояли рядом Когда вот мы как раз припинались Вот, и задали вопрос Есть ли песня про контрабас? Я говорю, какой контрабас? Ну, вот мне напомнили эту, значит Инсценировку, так сказать Эту пикировку И я положила трубку и сказала себе Я люблю играть на контрабасе И написала песню Да, я долго думала Что это вообще за стиль такой Что это, ну, что за жанр А потом поняла, что это русская тоска В джазовой обработке Да Я люблю играть на контрабасе Контрабас Это класс Чтобы целый дом держать в атасе Контрабас В самый раз Что за дивная музыка льется А всего-то четыре струны Тут не то, что пол дома проснется Тут проснется, считай, пол страны Бум-бум-бум Не болит ли чё у вас? Бум-бум-бум Все проблемы лечит джаз Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум Родной контрабас Бум-бум-бум Не болит ли чё у вас? Бум-бум-бум Все проблемы лечит джаз Что, поверили в шутку мою, да? Я ещё вам не то напою Да нету, нету меня контрабаса И ругаться со мной сосед Не приходит в пижаме атласной Потому что вот важный момент Я не то что скажу контрабаса У меня ведь и дома-то нет Да и джаз я слышал от негра Что поёт на старой пластинке А пластинка у тётки в шкафу Я то слышал его только раз Вот те джаз Вот те джаз Вот те джаз Мне привольно сидеть на... Ну тут свои все знают Обычно говорят на диване На вокзале Сидя в тесном заезженном зале Провожая свои поезда Сознавая, что эти составы Не вернутся ко мне никогда Что в моём неумытом стакане Кувыркается чья-то звезда Что какао не высшего сорта И за выше сойдёт иногда Что мечтать одиноко и гордо Мне не стоит большого труда Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Я чуть-чуть добавлю басов себе, ладно? Следующая песня, знаете, опять же Наверное, это желание огромное вернуться В то время, когда мы играли В вокально-инструментальном ансамбле Был такой ВИА при 49-м дом управления И у нас был ансамбль девочек Конечно же, конечно, это огромный пласт жизни Потому что там я играла на таком, знаете, зелёненьком Как крокодил в инструменте Назывался он Ионика Ионика, да Ионис, наверное, в честь тебя Назвали Вот Но там именно я научилась играть на гитаре Вот И уже вот в эти дни я подумала Почему, почему у меня ничего нет из того времени? Совершенно ничего И я уже поняла, о чём песня Но мне нужно было слово Мне нужно было какое-то слово Которое не решало ровным счётом ничего Просто слово Четыре слога И ударение на третий слог И я в Одноклассниках нашла одного замечательного человека Который жил когда-то на Чукотке И написала ему Значит, Андрюш, а ты не подсказал бы мне какое-нибудь Чукотское, допустим, слово? На что он мне тут же написал Кинь-Ёлькин Я говорю А что такое Кинь-Ёлькин? Он пишет Вертолёт по-чукотски Я сказала То, что надо То, что надо Да Правда, нигде в словарях я этого слова не нашла Это меня радует больше всего Может быть, даже оно и не так совершенно Но можно подставлять свои слова Я вот думаю Хорошо было бы, допустим, Лабытнанге Кукры-Никсы Рабинович Ну, всё, что хотите Ну, вот Кинь-Ёлькин Песня без смысла Смысла искать не надо Чуть-чуть на Чехова Похож был тот прохожий Он что-то буркнул Он что-то буркнул Был в недухе Он похожий Мне показалось Кинь-Ёлькин Мне показалось, Кни Ёлькин И это слово написал я на заборе Оно сверкало, словно лучик на соборе Зелёным мелом, Кни Ёлькин Зелёным, Кни Ёлькин Потом с ребёнком встретил бабу на базаре Здорова баба, как ребёночка назвали Она пропела, Кни Ёлькин Извините, пожалуйста, как ребёночка зовут Кни Ёлькин И в это время проходил мужик с собакой Гав, гав Она разгавкалась, он ей сказал Не гавкай, гав, гав Оно не гавкай Кни Ёлькин Извините, как собачку зовут? Кни Ёлькин Надел я тельник и включил скорее телик Ва-ва-ва-ва Там члены партии создавшейся галдели Благ-благ-благ на транспарантах Киньёлькин, да здравствует Киньёлькин Я тут же сразу заскучал по макаронам Пошёл в магаз, а он уж переименован Не может быть Киньёлькин, нет Нет Нашёл забор, я слово стёр, я волновался Но надо мной уже рассвет образовался Ва-ва-ва, взошёл над миром Киньёлькин Вот так, вот так восходит Киньёлькин, лькин, лькин Но... Браво! Киньёлькин Мы в идеальном графике Ровно час Перерыв делаем? Делаем Пять минут Делаем, давайте Киньёлькин Киньёлькин Да Бишминут Киньёлькин Да, бишминут